Они просят гарантии на 100%, что сейчас я соберу и все будет работать. Я говорю, хорошо, ребята, сейчас я вытаскиваю двигатель, весь разбираю, весь дефектую, собираем, допустим, к примеру, 200 тысяч. Либо вариант, мы сейчас постепенно, потихонечку идем, ищем, то есть в поисках, исправляем наши неполадки и это будет, допустим, 20 тысяч. Всем добрый день, сегодня у нас очень старый, старый Starks, здесь еще даже двигатель D4 BH, турбодизель 2,5 литра, ременный привод, то есть ремень стоит у нас еще ГРМ, на портре на первом уже стоит там БФ, которые делались, а здесь BH. Приехал портр, не тянет, дымит, не работает вроде бы один цилиндр. По словам клиента, что якобы растет уровень масла, первое, что я буду делать, первое, что вообще всегда вы делаете, какой бы дым не пошел, чтобы вас не обманули в сервисе или чтобы вы не пошли по неправильному пути, первое, что нужно сделать, если у вас идет какой-то дым, нужно просто пойти и понюхать его. то есть это антифриз, это масло, это дизтопливо, потом мы уже двигаемся в том или ином направлении, заводим машину сразу, она на автомате, вообще красава, ой-ой-ой, красавчик. Так, что там у вас? Ну вот он, вот он дым. Так, смотрим, что тут у нас? У-у-у, дизель мордочка, смотри какая. А че ему уши не нарисовали? Я добавлю ему рот пошире, улыбается пусть. Так, глушим. Сейчас сразу смотрим уровень. Также открываем заливную горловину, как только дизтопливо, даже 100 грамм на 8 литров или на 6 литров попадает в масло, пары сразу будут испаряться, будет резкий запах, то есть дизтопливо. И можно будет предположить, что она не работает, потому что не работает одна из топливных форсунок, она же и льет в цилиндр. То есть в этом направлении сейчас сразу и пойдем. Заливную горловину откроем. Чик. У-у-у, дизель есть, но не сильно. Так, че-то я тут не понимаю. Ну че-то многовато, да. Ну-ка еще раз сделаем пробный замер. Че-то там как-то… Это что за шланг тут такой? Что за заглушка такая? Чик. Да, вот здесь. То есть почти вдвое, выше меток почти вдвое. Дизель есть. А на нем выключить не получится? Получится еще, да. Можешь еще выехать. А че ты хочешь? А там саленблоки-балки приехали. Давай-давай-давай, перегоним. Сейчас мы его разбираем. То есть нам нужно форсунки получается сейчас. Даже можно не снимать форсунки. У нас в этом ряду стоят свечи накала. Мы можем сразу сделать замер компрессии и предварительно узнать, в каком цилиндре проблема. Если нет, то она нам не покажет. Тогда мы будем искать сломанную форсунку. Такой же Starks еще у нас бывает 145 сил D4CB. Еще устанавливается сюда. Вот. Этот 105, потому что такой же движок BF, ну, считается для российского рынка. BF, который на первом портере, он 95 или 98, что-то такое. А BH он уже... BH 105 или 102. Ну, давно все это было. Не могу точно сказать, не буду врать. Открываем, разбираем, меряем компрессию. И потом уже будем согласовывать дальнейшие действия. То есть съем форсунок, скрытие клапанной крышки. Опять же, масло надо менять будет тоже в двигателе. Так, где это провод из вентилятора? Так, снимаемся шину. Свечей накала. Так, вот он плюсик. Потом при включении зажигания, главное, чтобы он не замкнул, когда мы будем мерить компрессию. Здесь, в принципе, они... Ну, я не помню, чтобы они отломывались когда-то. Седания отворачивались хорошо, потому что они расположены на холодной части головки. То есть сед считается холодной, где выпускной коллектор горячий. Вообще, конструкция интересная, да? Да, и впускной, и выпускной с одной стороны. Да, и впускной, и выпускной с одной стороны. В зимний период есть плюс. То есть греется, впускной воздух нагревается за счет выхлопных газов. Когда будем мерить компрессию, чтобы двигатель не завелся, вот здесь отстегнем вот этот разъем. Можно выворачивать все свечи накала. И ничего накала в том цилиндре, который не работает, будет обязательно мокрая. Вот первая открутили, сухая. Сворачиваем второй. То есть, по-твоему, один цилиндр вообще не работает, да? Ну да, получается, что не работает. Тяжело заводится. Неровно работает. Ну, опять же, если у тебя, допустим, нет каких-то, нечем замерить компрессию, то есть вот можно оттолкнуться от того, что свеча в том цилиндре, который не работает, накала будет мокрая. Вот она сухая, но там что-то дырка в ней, смотри какая. Он тоже вон отгорать стал, отваливаться. Мне кажется, прям тут отвалится, а тут уже отвалилась. Ну ладно, сухая. Отвалилась, но сухая. Идем дальше. Третий цилиндр. Почему как поломка, так это обязательно какой-нибудь дальний цилиндр? Так, чтобы было неудобно. Нет, бы первый сломался вот здесь, и все, и сейчас быстренько тут все. И форсунку бы сняли бы, и свечку. Нет, всегда что-то отваливается в самом неудобном месте. Закон подлаз. Закон. Не знаю, что это за закон. Движок довольно, конечно, надежный, хороший. То есть работает, работает. Если следить за ним, то он будет служить вам долго. Сейчас до самого конца туго идет. Какая-то неправильная. Оп, вытаскиваем. Тоже. Очень хорошая, смотри, вся очистительная. Ну да, тоже, в принципе, сухая. Не, ну в целом, то есть тут есть доступ. То есть можно подлезть. К турбинке, конечно, коллектору, там не очень удобно. А так, в целом, к движку подлезть можно и к ГРМ, и к помпе. То есть подход тут есть. Вот она. Эта. И так же отвалилась. Прямо начало отвалилась вот эта. И вот он, четвертый цилиндр. Все как всегда. Закон. Это ты про этот закон сказал. В первую очередь самая болячка у данного двигателя. Это ось рокеров. Рокера и ось рокеров. То есть под клапанной крышкой. То есть с поршнем, с кольцами и, допустим, с клапанами крайне нередко что-то происходит. Опять же, если что-то происходит, то это будет грохот. Все это развалится. И все. Сейчас нам в любом случае, то есть мы поняли, что это четвертый. Меряем компрессию. Если с газораспределением все хорошо. И тогда мы можем, в принципе, с полной уверенностью сказать, что это топливная форсунка. Топливные форсунки снимаем. Опять же, здесь с топливной форсункой не получится отделаться одной. Допустим, топливные трубки снимаются полностью комплектом 4. Топливая обратка сверху снимается тоже полностью. То есть все эти 4 снимать аккуратно надо. Потом там есть алюминиевые шайбочки под обратку. И только тогда мы сможем добраться туда. Я не помню, но вот здесь я вижу визуально, что форсунки снимались, ставились. И ставил, скорее всего, я сюда 4 штуки. Вот. Но было это, правда, очень-очень давно. И опять же, сколько проехали на этом 40, непонятно. Здесь у нас минималка должно быть 24. То есть это все прям в край. Нормальная 28, 29, 30, даже 32 может быть. Все сейчас, в принципе, крутим и меряем. За руль сядь и вращай стартер. Так, сейчас меряем первый цилиндр. Давай. Крути стартер. Да, крути стартер. Все, хорошо. 32, 32. Ну вот прям отлично. Шикарно просто. То есть, к примеру, но второй, третий цилиндр сразу не будем. Сейчас мерить. Сразу меряем четвертый. Перейдем. Это мы заведомо исправный цилиндр. То есть, так как свеча накала была сухая. И по неким предположениям. То есть, сейчас вот пошли таким путем. Будем мерить четвертый сразу. Иногда это все, конечно, если вам заняться нечего, то вы можете все там перемерить. Вот. Хоть по десять раз каждый цилиндр. Это четвертый цилиндр. Пусто. Ничего. Вообще ничего. Если бы разбила поршень, был бы стук. Ну, можно так сказать, да, если там клапан оторвался, или что-то упало, разбило, был бы звук стук. Но при этом она едет, работает, как бы вроде все хорошо. И компрессии у нас нету. Еще раз. Хорош. Все. Компрессии в четвертом цилиндре нет. Следующий этап. То есть, мы вскрываем клапанную крышку. Так, у нас там сзади отвод-завод, отвод-завод. Здесь, конечно, есть такие патрубки охлаждения. Дурацкие вообще. Сейчас мы его увидим как раз. Ремень греем. Вот антифриз. Получается, патрубок надо снимать. Зачищать фланец. Охлаждение. Там коррозия появляется. Зачищать. И у нас вариант тут. Либо мы меняем фланец, и мы меняем патрубок. Но это очень дорого. И опять же, это все под заказ. И вариант. Мы просто вычищаем все. Какой-то с щеткой металлической. Ну вот, ремешочек. Прям отлично все выглядит. Как будто он новенький. Да, прям вообще свеженький. Все. Направление ремня правильно. Натяжка нормально. Балансировочные на месте. Тоже заменили все новое. Видимо, вот прям только-только все. Махнули. Прокладку здесь. БФБА. Всегда они разные. Прокладка клапанной крышки. Одна узкая, вторая широкая. Это у нас, чтобы убирать воздушную пробку. Вот смотрите, пробочка. А ее отворачиваем. Заливаем в расширительный бачок. И воздух уходит из системы. Так, вот этот патрубок охлаждения. Хочешь, не хочешь, надо снимать. И вот туда теперь внимательно заглядываем. Смотрите, что мы видим. Валяется рокер. Смотрите. Сюда. Вот, допустим, рокер у нас. Первый, второй. Вот они тут регулируют. К примеру, допустим, у нас один клапан впуск и один выпуск здесь, на этом двигателе. То есть, у нас сломался, допустим, впускной клапан. Именно впуск сломался и валяется. Допустим, вот он у нас, осколок у нас. Валяется впуск. То есть, если клапан воздух не впускает, значит, компрессия ниоткуда появиться там не может. Просто не может. Вот он, кусочек остался, который все, не работает. Вот он. Болты вроде не оторвало ничего. Ну, нормально его так разнесло. Смотрите, причиной может быть просто как пришло время, но также причиной может быть, что там где-то что-то завис сам клапан. То есть, по какой-то причине, допустим, клапан заклинил и его обломило. Проверить, завис клапан или нет, заклинил. Надо взять молоточек и тихонечко сверху постучать. И у нас должен быть такой звонкий звук. Все, обломило рокер. Заменить отдельно рокер не получится. Все равно придется снимать ось. Как бы вы этого не хотели. Но снимать придется все. Болты лучше не вынимать, а то здесь весь ваш механизм рассыпется. Вот оно. Что мы смотрим? Мы смотрим обязательно вот этот ход. То есть, вот этот ход ролика. Чтобы вот этот ролик разбивает у них. Как правило, это всегда почему-то на впускных. Все нам выдали. Прямо даже удивительно на этот двигатель старый. Прямо буквально через 10 минут все в наличии. Вот он рокер. Прокладочка. Есть широкая и узкая. Так, у нас получается широкая наша BH. БФ широкая вот здесь вот под уплотнитель. Отличаются они немного. Сейчас мы ставим новый рокер. Регулируем клапана. Выставляем. Закручиваем свечи накала. А, свечи накала все проверил. Ни одна свеча не работает. Вот, кстати, когда я смотрел. Скрывали. Говорю, вот ремешочек новый. Все хорошо. То есть, все прекрасно. Хозяин после того, как сказал, что надо менять рокер. Он снимает форсунки туда-сюда. Стал задавать вопросы. Что, а может быть там стружка. А может быть там поршень. А может быть что-то еще. И эти вопросы как бы стали меня как-то сбивать. Со всей мысли. И я говорю, ну, ребятки, давайте так сейчас. Вариант либо мы, если вы хотите. То есть, они просят гарантии на 100%. То есть, сейчас я соберу и все будет работать. Я говорю, хорошо, ребятки. Сейчас я вытаскиваю двигатель. Весь разбираю. Весь дефектую. Собираем, допустим, ну, к примеру, 200 тысяч. Вот. Либо вариант мы сейчас постепенно, потихонечку идем. Ищем, то есть, в поисках. То есть, исправляем наши неполадки. И это будет, допустим, 20 тысяч. Вот. И тут, тут начинают рассказывать историю, что, оказывается, ГРМ здесь не просто новый, а где-то в другом сервисе сменили ремень ГРМ. Не затянули шкив коленвала. Через какое-то время он отвалился. Отвалился шкив коленвала. Они стали его прикручивать. Там разбило шпонку. Стали прикручивать. Ремень опять был снят. Видимо, там же. И кто-то залез. И, видимо, мастер или там слесарь кто-то. И прокрутил стартером. После чего был удар. То есть, поршень встретился с клапаном. И поэтому рокеры сломала. Я все, в принципе, посмотрел. Рокера не разбиты. Все в порядке. Все хорошо. То есть, люфтов нет. Причин, в принципе, нет. Естественно. И мое было, что, якобы, возможно, это была детонация в цилиндре. Что-то случилось с форсункой. Оказывается, нет. Когда ремень отсутствовал, здесь кто-то прокрутил стартером. И вот так произошло. Поэтому сейчас все мы отменяем. Все, что было. То есть, собираем, регулируем и заводим. А там дальше уже будем смотреть. Конечно же, всегда клапаны, любые клапаны, на любой машине. Неважно, дизель, бензин. Регулируем на холодную. Смотрите, отрегулировали. Выставляем верхнюю мертвую точку. То есть, ВМТ, метку. Первый, второй, четвертый, пятый. И потом уже идет третий, шестой, седьмой, восьмой. Все, сейчас выставили. Зажали. Давай. Давай, давай, еще, еще. Вот так все. Хорош. Ну, вот так сейчас проверили. Все крутится. То есть, зазорчики все везде четенько. Устанавливаем лишь по той простой причине оригинальные свечи, потому что цена оригинальных свечей дешевле, чем все остальное. То есть, дешевле, чем Denso, дешевле, чем NGK. То есть, самый дешевый на данный момент. Все, будем заводить. Ничего не ставим, ничего не собираем, ни кулер. Вот. Будем пробовать заводить дым. Если даже заработает четвертый цилиндр, и все станет ровно и хорошо, то дым еще будет долго выходить оттуда с трубы. Как там? С легкой руки или ноги? Часы, да, походу? Ты видал часики? Так. Все часики. А? Это булочка. Я не буду чинить. Вы вообще булочка. Вы... Что это? Короче, все сейчас собираем. И по поводу форсунки. Ничего не трогаем, ничего не делаем. Выяснили причину, что там кто-то крутанул стартером. Единственное, что попало топливо, которое не сгорало, все дело в том, что не было. В четвертом цилиндре попало. Уже взяли масло. Так как автомобиль очень-очень сильно гнилой в пороге, мы перегоним его на четырехстоечный и заменим масло. А так вот он. Все работает, готов к зиме. Готово. Сейчас еще минус 15-20. Соберем и отпускаем. И в целом, ну вот видите, просто видимо обычная, то есть стандартная замена кремня ГРМ выскочила вот так. И опять же, опять же сотый раз по просьбе говоришь клиенту «Едь туда, едь сделай». Он говорит «Нет, я отдам здесь деньги, но больше не пойду». Не знаю точно причины, почему они не хотят. Они готовы отдать еще раз, заплатить и заплатить еще больше. Вот так, чтобы сделали и спокойно спать. Ну все, всем счастливо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok